Расскажите, пожалуйста, о названии вашей группы, что вы хотели сказать своим творчеством и расскажите о своих планах на будущее. Это сука, блять, это ебаная хуйня, стыд. Это когда нечего спросить по сути. Включается этот дебильный формализм. Так и все-таки какие у вас планы на будущее? Хуй подрочить сегодня вечером. В трупу улицы погана прикмета. За меня заслухается Иисус из Назарета. Чистя зброю на рабочую нараду. Пили апостолы с хитного обряду. Вас не на витрі, остання сигарета. На колотий на сердце Иисус из Назарета. Мене відспіваючь, коли помру я. Церкви, яку я самок побутую. Три вопроса. Ты быстро отвечаешь. Я быстро спрашиваю. Твое любимое число от одного до девяти? Два. Твой любимый цвет? Зеленый. Твоя любимая геометрическая форма? Треугольник. Алло. Алло, мам. Так, привет. А з чим? А, з премьерою. Та то завтра в кинотеатрах починається тільки. Та повирізали. Там і монолог вирізали основний. Тобто, ну, дуже все скоротило в цій версії. Може. Все-все, не пресуй, мамо, не пресуй. Добре. Обіймаю, цілую тебе. Добре. Гарного дня. Па-па. Так, ну шо, ходимо? Подорожувати? Не знаю. Весело. Мене не наламают. Прикольно. Странно? Да. Однозначно. Очень странно. А че... Что они... Как они обосновались? Что это такое? Да нам побольше бы таких объектов, потому что все какие-то памятники там и вообще культурные объекты, которые в таком в свободном доступе, там, в официальном пространстве, они все очень какие-то кондовые, советские, типа. А какой-то вот такой вот дурли не хватает. Что-то есть в этом, да? Как? Можете сплоть? А, стой. Я вот чувствую, вот есть внутри, вызревает иногда такое, когда я четко понимаю, сейчас может что-то получиться. Садись и делай. И все. Все остальное идет лесом. Все остальное не важно. Сейчас ты проводник, ты настроен. Ты антенна, которая настроена и должна транслировать. И это понимая, и не делать этого, вот это пидоростия моральная. Это там акция сейчас. Две гривны, что хватит стоит. Есть. Карл Клару склонил комаралу, оралу, каналу и кончил кларнет. Кризис около 30-летнего возраста. Я очень тяжело его переживал. Когда начал подкатывать сороковник, там где-то 37-38, мне что-то прям тяжковато было. Когда стукнуло 40, я вообще не отмечал, я уехал в лес, взял с собой термос чая. Я понял, что у меня очень спокойно внутри. Произошла некая переоценка времени. Я начал более ценить время и более продуктивен, наверное, стал в последние два года. Но по поводу своего возраста нет вообще никаких запар. Нет, я не креплю душой совершенно легко и спокойно принимаю этот возраст, и мне нравится этот возраст. Тем более мой психологический возраст, я остался где-то там 25-26 лет, наверное, вот этим каким-то таким полу-юношей. Он говорит, кто, если не я? Вот за это я его люблю и ненавижу тоже за это. Ах, музыка Вивальди, ты свела в чудесном танце двух повстанцев из Чечни И проститутку с совершенным бюстом густо Залепили окна бабушки-пенсионерки Им же тоже хочется услышать это совершенство Куча шишек набита, во-первых. Во-вторых, меняется же биохимия. Уже тестостерон не настолько ебашит, что типа А, сорвало башню, блядь, побежал там, не знаю, срезать вот все. Вот увидел девушку, все, блядь, по-любому, типа все, она сегодня со мной. И все так и случалось, потому что, ну, была моща очень сильная. А сейчас это все, ну, нету гормональных таких всплесков. Все более спокойно, осмысленно. И это мне тоже нравится. Не без дурни, конечно. Я, наверное, не смогу от этого совсем избавиться. Но все намного спокойнее и размереннее. И хорошо. Музыка. 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 Это фронтмен гурту Оркестра Чея Олег Каданов, премьера фильма «Дике поле». И сейчас мы будем на самом деле… Оркестра Чея, нет никакого Оркестра Чея. Нет никакого, что есть, скажите правду. Где-то было какое-то раздражение, но я вчера вообще нервничал много, переживал перед премьерой и остро реагировал. Вообще эта реакция не есть показательная. Такое состояние у меня было. Вообще мне вообще намного легче стало. Там я очень трепетно когда-то относился к Оркестру Чея, мне это казалось все, это мое детище. Я понял, что на меня все больше кумарят ярлыки. Просто вот эти привязки, это такие цементные какие-то гири, которые прям «Оркестра Че». Да блин, на меня бесит вот эта тяга людей, блять, повесить ярлык. Вот все, тогда понятно, вот это «Оркестра Че» понятно. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Мы живем в материальном мире. У меня был очень раньше длительный и большой конфликт. Мне как-то стыдно было просить какие-то деньги за выступление. Я понимал, что я хотел бы этим заниматься профессионально. В то же время мне казалось, ну как, это же песни, они написаны от души, это такие тонкие материи, а я за это прошу грубые деньги. Просто не надо делать из этого цель. Надо четко понимать, что это инструмент, они нужны. Не надо стесняться просить деньги за свою работу. У меня в последнее время нет конфликтов по этому поводу. Я понимаю, что я людям не предлагаю хуйню какую-то. Был период, когда я занимался еще копирайтерством, писал, какое-то время уделял написание статей. Это тоже достаточно интересно. Это связано с СММ, и там есть свои механизмы, алгоритмы. Это тоже все было для меня интересным. Такая была жвачка для ума. Потому что когда ты только музыкой занимаешься, ты все равно ограничен. А когда есть какие-то параллельные виды деятельности, они развивают тебя, они делают сознание шире. Они помогают потом в музыке находить новые идеи. Сейчас в основном я занимаюсь только музыкой. Какие у тебя классные кеды? В Хмельницком делают, я зашел там, у них фирменный магазин, они делают сами в Хмельницком эту обувь. Она стоит 260 гривен. Отличная цена. Чувак, они классно носятся, литая подошва, хорошая ткань. Я не знаю, каким образом они вышли на такую цену, какие-то мощности. Но я был очень приятно поражен. У меня просто нет каких-то суперзапросов. Типа, все норм, мне хватает спокойно снимать квартиру, не голодать, покупать какой-то став новый. Нету цели прям начать зарабатывать бабки. Я понимаю, тогда надо было бы писать другие песни. Я понимаю, какие песни можно было бы писать, чтобы заработать эти деньги. Я не хочу. Ну, предлагаю тебе два проекта одновременно. Музыкальный и театральный. Куда ты пойдешь? Ну, при условии, что ты не успеешь туда и туда. Скотина, ты прям какой-то, ну, ты как формалист сейчас общаешься. Ну, типа, музыкальный и театральный. Ну, конечно. Кто? Что за проекты? Ну, типа, ну, как можно... Я же не предлагаю ситуацию. Звонит тебе в Ларсфор Триер. Ненавижу. Ага. Убыл бы. Отрезал бы ножницами половые органы, как он сделал... Легущими. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. В Антихристе. Это скотство. Это, типа, режиссер не имеет права такого делать. Это, если Вырыпаев такой позволил в эйфории, типа, с девочкой отрезать палец. Ну, конечно, все содрогнутся, но это же физиологические вещи. Это можно решить, блядь, совсем иначе. Нахуй, типа, ну, такое делать. Дима, а что мы пробуем? Электровойс? Сосредоточиться ж. Хочется полностью окунуться. Как писать альбом? Когда концентрируешься на одном, возможно, глубокое погружение достаточно. Начинаешь делать параллельно несколько хуин, и все очень поверхностно. Ну, потом всплывают всякие нюансы. Перекурим. Глотнем? Коля, глотнем? Бухнуть надо, бухнуть. Был у меня период больше трех лет, когда я не пил. Ну, да хорошо. Хорошо не пить, но неплохо. Суперская штука. У меня три декады была, он вообще не пил три и восемь месяцев. Три года и восемь месяцев. Это прекрасное ощущение. Это клево, но в пьяной компании невыносимо находиться. Ну, вот при таком. Первое время, ну, лично у меня такой опыт, первое время сложно очень находиться. А потом, когда ты принимаешь эту штуку, что ты не пьешь, тебя уже перестает раздражать наличие алкоголя в компании и пьяные лица. Все достаточно нормально. Привыкаешь, да, согласен. И очень опасная штука в какой-то момент возникает. Тебе кажется, что ты научился жить с этим и можешь по чуть-чуть пробовать. И у меня там несколько месяцев было, когда я после трех лет... Я так наливал себе бокал либо вискаря, либо коньяка и так весь вечер садил его. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть все равно возвращаются. Мы пьяницы. Вот только алкаши и пьяницы могут считать вот эти сроки. Три года. Лучше быть знаменитым пьяницей, чем анонимным алкоголиком. Не буду спорить. Ну смотри, мы можем почекать сейчас микрофон, чтобы понимать, менять обратно там на Шурик или нет. Что там, Светлослав Иванович? Светлослав Иванович. По историческому роздорищу. Не знаю, что я буду. Светлослав Иванович. Просто щене на шляху. Грибы, гробы для рыбы. Для рыбы, гробы, грибы. Грибы для рыбы, как сатана для колбасы. Как Библия для настольного человека на одной ноге. Как суп, который был сварен в 12-м году. Как Боб Марлик. Как лошадь Аристанха Ивановича. Как душа моя. Есть. Есть. Прочитал про книжечку твою? Очень я удивился этому сам. Для меня там Державный комитет, радиомолдинят, это лыбачиня. Это же какие-то, я даже не знаю, это какая-то бюрократическая система, которая вдруг присуждает в моей книге премию лучшая книга года поэтического. Это, блядь, какой-то вообще ахуй, честно говоря. Не знаю, как это так получилось. Ну, очень странно. Серьезно, ну, это, если там еще какие-то там критики независимые, это признали и назвали так. Ну, да, комитет радиомолдинят, это лыбачиня Украины. Очень странно. Смерть выбираю, стебель обау, ніби породу. Смерть забираю в тебе із руху добру погоду. Як ти мовчатимеш про тих, що тут говорили? Як ти тепер будеш зманяти свіжі братьки-могили? Нашу свободу опородяють наші померлі. В першому вністі память щоразу церкви-деморделі. Втрачені зомби, кошик, зяких божество рідня. Починається лінія Раньше во многом при помощі марихуаны я обращался к творчеству. Марихуана работает очень тонко. Она открывает массу новых идей, ассоциативні связи работають інакше, неординарні решення приходять. Я во многом использовав эти алгоритмы, эксплуатировав в творчестве. А потом понял, що прийшов до того, що неохота робити все по-трезвому. Тобто, в принципі, я вже за свою життя стільки веществ всяких перепробував, що я вже ніколи не стану іншим, я ніколи не буду вже трезвим цим чоловіком. У мене вже угол восприятия мира іскажен, достаточні психоделичен. І мені зараз дуже интересно здавати потрезвяне це все. По-трезвому, по-честному. І мені це подобається. Параноїк, знаєш, параноїк обидеться з далі. Чувствуєш, да? Ну, да, ну да, ти ж мені зразу випупив. Та, ладно. Затим можна жити, чувак. Типа, ти понимаєш, коли вирастає волна, і все. Не здесь? Я не знаю. Типа, вроди, здесь неплохая. Я не в курсах. Здрасте. А що, вкоснає шаурма здесь? В душе хочеться шаурма. Це Павло. Це Павло Алдошин. Звичайно. Ти що? Я ухуджений? Ти до приїхав? Привіт. Я вчора бачив, повылезали, звичайно. Кабана вообще вырезали. Зарезали. Очень круто сочетаються ритми твоих текстів з тем, що я наблюдаю в картинці. Ладно, бро. Ладно, за шаурму вкусну, неострую. За встречу на Альбе. Класс. Вот это встреча на Альбе, ребята. Все запорите. Убер беру, не на работу, убер беру. Вечером в субботу еду за быстрым, еду за кислым. За всем охуительно чистым. Ха-ха-ха-ха, хороший. Там еще была фраза классная. Уберам доберусь на святую Русь. Да. Круто. Гончий алитераций. Конченый. Уберам доберусь на святую Русь. Это классно. Сколько пошлости в этих строчках. И радости. Угу. Как четки перебирают догадки, пытаются растянуть сутки, утром ищут закладки, достают жирные пятки, наливают водки по сотке, а то и по 150 и ныряют в новый день, как в божественный сад без оглядки. Вот этот Убер, типа, исподвиг на такой портрет современного мещанина. Круто, круто. Прям очень-очень современно. Сегодня 7 ноября 2018 года. Я скажу тебе, это пульсило. Потому что у бабки на день рождения. На секундочку, это же не просто так. Мы что здесь как бы собрались? Ну мы... Тебе... Серег! Тебе не нравится, что у бабки на сегодня день рождения? Подожди, кто это сказал? А ты же, блядь, когда-то с ним играл. Иди сюда. И даже до сегодняшнего дня окажется. Стас, ну че ты так... О, хочешь подгону оставишь подгону? А то мне такой... Ну я, блядь, я взял и в табак бросил яблоко, но он был сухой совсем, а снял такой мокрый, что не тянется нихуя. Блядь, я благодарен, пиздец. Я выкуплю эту хуйню, я... Выкуплю, 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 и никому не отдам. Пусть лучше буду гном. Каданом. О, я буду каданом, я буду каданом. Класс! Я буду Каданом, я был Каданом, я есть Каданом, я буду Каданом, когда? Потом! Ебись оно Каданом! И Кабон любит эту тему тоже, полостью рта. Вообще полостью рта такие прикольные вещи иногда получаются. Олег, скажите пару слов о вашей роли в новом спектакле «Антон и Наташа в поисках смысла жизни» Ну в данном случае я нахожусь в образе персонажа, который называется «Страх». И вам должно быть очень страшно за меня, потому что страх это то, что живет в каждом из нас. И то, что очень важно побороть в какой-то момент, приходится выбирать. Проблема выбора – это вообще один из основных главных вопросов этого спектакля. И вот проблема выбора – бояться или победить свой страх – это зависит от вас. Ну я вернулся, позвал Вусик в спектакле «Антон и Наташа в поисках смысла жизни». А сейчас они сделали два новых спектакля, они позвали в ноябре. А у нас начинается тур с линией Манергейма. И я кусал локти, потому что тур уже был расписан. А им ждали грант, им надо было до 29 ноября. Ну все оно. Выбежал с этим мячиком, постоял, постоял, все – картинка, да? Пум-пум-пум, поигрался, поигрался, увидел. Ну, тоже. Чего убегать? Я не помню, там, какую задачу оправдать. А сейчас, что ты не сможешь в нее стримать. А, в принципе, крепление будет такое, что можно будет стримать? Да, да, да. Я хочу сделать так, чтобы она держалась. Давай, не бойся, прямо вот шух и залез туда. А ты понимаешь, что может… А, нет, важно. Лезь. Лезь. О-хо-хо-хо-хо-хо. Теперь, дивись, Алешка, если будешь ты працювать, ну, ты же… Ну, да, не говори. Т.е. должно быть, она все время в движении, потому что, как только ты застыл, она должна повторять полностью движение человека. А у нас статичные картинки есть. Ну, отлично. Я просто начинаю на базе, что, например, когда ты только появляешься, ты сразу получилось, что это, типа, кукла и все. Глобация. Ты будешь похож на ребенка. Блин, она будет очень большой. Чувак, мы тебе большое мяч? А, одевалки. Зелёные? Да. Зелёные. Зелёные. Ну, пробуй можно залишить на ней, если сниматься. А-а-а! Страх, когда внутренне состояние человека построили на грозящем реальном мире предполагаемом без, где причины страха бывают как явные, так и скрытые. Зачастую явных причин человек попросту не помнит. Это социальное неудовлетворение. Это неуверенное поведение. Испекание любого общения. Исчестовение самоуважения. Ступа! Чувак, Олежа, я не знаю, почему так. Харьков — это просто такое дно. В плане привести туда и чтоб на это пришли. Да все сильно самодостаточные. Это пипец какой-то, чувак. Мы всё сами делаем хорошо. Да, у нас всё своё. Кто? Да иди отсюда. Да. Вот какой-то негостеприимный. Я говорю, мы же в театре «Мазонтроп» сейчас в Киеве. Мы постоянно ездим в Днепр, Одесса, Винница, Львов, Киев. В Днепр. Да. Очень странно. Вообще, отличные всегда покупаются спектакли. А здесь ХСЗ почему-то. Ну, в Харькове я не знаю. Харьков — театральная столица. Харьков — театральная столица. Ну-ну. Вот это вот. Не знаю, что-то. Снобизм. Халика. Ах, какой папаха. Ах, какой папаха, какой папаха. Х Алооооооооо Gö хотелось, да? Да. До речи, будет сегодня попробовать впервые озвучить Uber. Не знаю, как оно будет криво. Офиг, тут такая домашняя атмосфера, чтобы не париться. Что такое, сначала? Я же никогда не отдаю. Ищите чемоданчик, ребята, помогите, давайте! Включайтесь! Ну, Глеб, найди и дайте чемодан! Чемодан ЛВ мы уже! Посмотри его! Да давай просто лови чемоданом! Так ЛВ, ребята! Все, нет уже ничего. Там уже шокусика отлично. Это не тот чемодан, это антураж какой-то, яблоко. Посмотри в ящичко. Я просто не у себя, я не могу тут рыться. А теперь я себе расскажу по порядку. Характер очень гадкий. Беру взятки, даю взятки. Против холки мне гладко. Мое появление обычно как досадная накладка. И у меня как полное недоразумение. Я всегда имею несколько мнений. Я всегда имею несколько мнений. И тем не менее, избегаю употребления спайсов совет и место имений. Я всегда бью в десятку. Меня не покарать, не вырукать, не вырубить, не переспорить и не наебать. Ускорюсь, накурюсь. Уберам, доберусь на Святую Русь. Ускорюсь, накурюсь. Уберам, доберусь на Святую Русь. Уберам, доберусь на Святую Русь. Мы с Святой Русь не репали нічого, а так подключились и играли офигенный сет. Просто мой братан. И есть чувства, и мы чувствуем один один. Тут, конечно, классная акустика, если бы играть акустично. А когда есть подсиление, оно сразу начинает гудить. Присутность людей сняла. Но все равно чувствовалась эта штука, что отсутствие звука режисера, Витя сразу что-то крутил. А все равно? Ну, чуйка, я чуйка. Мне как-то с ним не сцикотно играть. Вот так, просто на фонарь. А давай. Да, а братан. Музыка может быть разная. Для каждой атмосферы нужна своя музыка, чтобы она создавала какие-то эмоции. и послаканная песня. Снимай закрытым. Не айти. Всё. Полы готов. Ха-ха-ха. Е-э-э-э-э-э-э. Я верю во все. Не спички Феденала. Трул-трул. Чика-чика-чика-чика. Нет, эконом. Это не газ. За что? Купец, курить бросила. Я пошла к самотолу, там между зубов застряла. Что за жизнь? В средневековье застряла между зубов. Точно. Как бы это выразить? Я не отдаю предпочтение ни одной из вер. Просто потому, что все об одном на самом деле. То, что во многом ритуалы разные, трактовки разные. И то, что там радикальное мусульманство. Это все тоже трактовки и прочтение определенных проповедников. Ведь все об одном, все о любви. Все на самом деле, все о любви. Все вера о любви. Это карточка? О, мэй гад. Она пилочки. Не имеет права банківской карточки? Это карточки. А третья хорошо. Я блюда и не моб вампир. Сейчас будем. Что будете делать с его бородой? Как гримировать мужчин с бородой? Побрить. Это же есть анекдот. Актер заходит после трехдневного запоя. Вот такая щетина. Такой достает, берет такой огромный мазок грима. Ну что, побреемся. Не смотрим, баски не закрываем. Другом его забрали. Забрали. Зрозумево, что робли. Да ты ладно, рухай робли. Просто уже шпити не будем. Можем. А? Немножко это все еще длиннее. Восочистов не Юрий у нас участвует, а Юрий Петровска. Моя большая жена Кира Юриевна. Юрош Кирилов. Она тоже была терпелива. И прощала мне многие вещи. Кира Малинина, моя жена. Мы с ней шесть лет прожили. Ну, в браке поменьше, конечно. Но душа в душу. И мы до сих пор прекрасно общаемся. Это мой друг. И у нас есть некие совместные проекты. Она сейчас делает спектакль. Она поставила задачу. Очень легко написалась музыка. То есть у нас понимание происходит на каком-то таком уровне. В общем, как пел Сережа Бабкин. Зачем нужны слова она? Ну, пока еще ничего не началось. Я думаю, просто, я поверь, я таки у актеров. Но мы не будем осказывать. Ни к вечеру будут сказаны. Ну, когда у актера роль падает на пол, нельзя просто ее поднять. Надо сесть на нее попой. Серьезно? Да, да, да. Я ж не суверный. Но у тебя ж не все упало, у тебя же один листик. Что-что? У тебя ж не все упало, у тебя же один листик. Но все равно. И ты с черных дарих и петлистных мастив. Мы же все знаем. И ты уже не ждешь рятівных листов. Давайте на ты. А как же так? Ну, уже хіба після концерта мы выпьемо, я тоді зможу. Я тоді теж буду до цього часу, дешево, а потім будет тяжко переходить. Ну, раз. Добре. Дуже приятно, мне страшенно приятно познайоматься. Но ты с Сергеем давно же працюешь? Столько вы уже? Да, у меня был гурт, колись, Оркестр Чею. А вы слышали что-то про это, да? Да, мы слышали. Ти. Мне так приятно, что это было? Я все слышала. Я почему-то не подъедала Оркестр Чею. А Оркестр Чею уже нет. Я знаю, но я помтаю записи Оркестр Чею. У нас на ютубе было, я слушала. Те, что у нас уже дана, что я еще делала. Но это только, я вас ризно. Шкода, что сейчас нет книжки, я бы вам подарил. А, тебе подарил. Но я думаю, что мы перетнемося еще. Может, я думаю, что я в Львове эту книжку намучу. Совершенно буду рада тебе подаровать. И у меня был такой эсентрический застег, что я только там, что я только свои тексты спеваю. А потом я понял, что я хочу отдачу кем надихался. И я попробовал Сергея тексты, и оно так легло. Я ему показал. Ему сподобалось. И мы так... Мы хотели оркестром сейчас записать либо такие лонг-плей, а вышло, либо так, 6 писаний. И мы распались. Спасибо огромное. Ну что, наш концерт подходит, 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 подошел. Подошел. Финалом. Это шоу. Будьте здоровы. Слава Украине! Дякуємо. Последний период оркестра Че. Мне это безумно нравится, как это звучит, и это с этими музыкантами на этом уровне. Это было очень круто и профессионально. Но все равно это был некий компромисс. Каждому приходилось немножко-немножко договариваться с собой. И это не было всеобщим кайфом каким-то таким. И мы сели, поговорили и решили, что на данном этапе мы раздвигаемся. Наверное, это было правильное решение, чтобы дальше это могло на другом этапе все опять ожить и продолжать развиваться. Надо было разойтись. Позитив-негатив. Жизнь далеко не фотография. Самый популярный жанр и фильм порнография. Да, да, вот так вот. Тільки там включается плейт и все. Ты уже в образе, ты уже импровизуешь. Это просто акторский досвид. Мои цветные колеса, куда везете меня? Сейчас Антон меня побьет. Мои цветные колеса, куда везете меня? Не мать этого желания. Останние краплини, слезинки, ци вживки. Буду вважать за честь. Я давалю через 10 минут. Это пляшка письменника. Он позволил, он сказал. Все, кто заходят сюда, хай до моей пляшки. Мы тогда прижаданимся. А я на эту тему думал, а что если у нас художник Кадан? Зробить якийсь проект спильный. Короче, я загуглив, и, виявляється, тоже известный чувак. Я хочу назвать Жаданов. Если брать Жадан, Каданов, Кадан и Каданов, вот так просто, и сделать проект симметрии. Ты же бачишь, чем больше людей, тем больше включается какая-то бисенятка в середине. Это же не имеет отношения к отвертости. Это, наверное, такие защитные маски, если вы будете честными. Но я знаю, что через 2 дней это все закончится. Скажи, это пляшку. Пляшку даю людям. Это все. Все, да. Обещаю, кто ничего не поделит. Конечно, да. Это твоя? Это твоя, да. Это твоя. Это твоя. Вы по твою. Обещали, говорили. Безответственные люди, это организаторы, абсолютно. Велика вам подяка за то, что вы тут, за то, что вы с нами, за то, что мы сьогодні разом с вами поддерживаем наших співгромадян. Линя Манергея Махки. Будь быстрее, он за работой, все тихо, сидячий скричит на дом. За тихи молодые апостоли бьются против нас в себе. Сердце против чужих. Иисусу тоже не модует будь на кулаке. Весь штат весь колон, либо вода реки. Проти него стоит юный вантажник. И, витаючись, не подает руки. Иисусу тоже не подает руки. Киеву не хватает душевности. Мой любимый Киев остался где-то в 2002 году. Там был чистый воздух, если ты понимаешь, о чем я говорю. Знаете, какие-то тусы на Андреевском спуске, такие прям дядьки-художники, шисти такие каяны. А этого всего нет. А там тоже часто дни барыги на Андреевском спуске. И как-то это все, ну, как бы грустновато. Киев потерял вот эту душевность. Но вот Харьков я за это люблю. За творческую составляющую. Ну, здравствуй, здравствуй, город из пенопласта. Пузырится на лицах зубная паста. Крысы выползают на рабочие места. Ну, здравствуй, здравствуй, город из пластилина. Твои детишки не могут жить без запаха бензина. Скорей найдем укромные места. Красота. Лалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал идешь, хочешь выбросить пустую бутылку из-под Айрана и ни одной тебе урны. Харьков. Спасибо за чистоту. И вам спасибо, что урну поставили. Коммунальные службы Харькова. Достаточно сложно существовать в этом пространстве. Здрасьте. Будьте добры, шаурму и... Шаурму и что? Эспрессо с молоком. А не, прошу прощения, наверное... А шаурму вам подогревать? Да, немножечко, да. Сейчас, еще 20 гривен в секунду. Вот, пожалуйста. Спасибо. О, прекрасно. С сахаром прекрасно, да. А шо это было? А вы не знаете? Куда меня повезут? Здесь я учился. В 97 году, в 2001 выпустился. Собственно, как бы, ну, практически ничего не поменялось. Немножечко, так вот, косметический ремонт. А так, вот этот дух тетралки здесь присутствует. Акустичка. Мы постоянно зависали с гитарами, сочинялись песни. Вот на третьем этаже, это отделение драматическое. Там Кабанов учился, Бабкин, Таня Михина. У него, собственно, Бабкин постоянно здесь на ступеньках сидел с гитарой. И мы там на больших переменах подходили сюда и там вот это делились новыми песнями. У меня такая песня появилась, у меня такая. Вдохновлялись и разбегались дальше учиться. Мы без пяти минут студенты храма искусств перед лицом своих педагогов и старших товарищей торжественно не обещаем, но клянемся. Быть или не быть актером, но быть гражданином своего отечества. Свято любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Быть преданным своему делу. С честью пройти через годы обучения и остаться человеком на всю жизнь, дабы не позорить имени своих учителей. Если же я нарушу эту торжественную клятву, пусть меня постигнет суровая кара моей совести. Театральное отделение Харьковского университета искусств. Кафедра театра кукол. Тут происходят серьезные вещи. 1 сентября происходила так называемая проходка. В 8 утра нарядных красивых первокурсников собирают возле главного корпуса университета искусств. И в какой-то момент набегает шобла переодеток, разукрашенных каких-то персонажей. Их всех вяжут и ведут по Сумской к театру кукол. Ставят на колени, все кланяются к театру кукол. Ведут дальше к Академии культуры на Брусадском спуске. Короче, продумывается около 10 или 12 точек, где над ними максимально издеваются. Их обсыпают гримом, мукой, обливают водой возле зеркальной струи. Короче, измочаливают первокурсников наглухо. И самый последний этап, это здесь 100-метровочка. Парни берут девушек на руки и бегут прямо до театралки. И я прям бежал, где-то там бежал в первых рядах. И что-то там у меня не случилось как надо. И я прям упал, и Джека разобрала коленку. Ну, типа была вообще максимально все равно счастливая, хохотала. Как-то это все, ну, прям меня сейчас переполняют эмоции, потому что это очень-очень интересный, интересный перформанс происходит, собственно. Ммм, гопедики. Ну, надо бы утяжелить ножички немножко, не совсем удобственно. Ну, и в любом случае, надо приноровиться к ней. Я этого не делал, наверное, лет 10. Здесь, где-то вот здесь я научился делать вот так. Барки научил. Когда ты почувствовал, что Харьков это твое? На втором курсе. До этого времени, ну, весь первый курс, это 97-98 год, у меня было ощущение, что я после окончания обучения я вернусь в Ивано-Франковск и буду там жить и работать. Многие вещи такие прям чисто харьковские, ментальные, меня прям очень сильно кумарят. Жлобство, и так здесь много барыг и мусоров. Но в то же время здесь мощнейшая волна художников, актеров, музыкантов. И это как бы взвешивает эти чаши весов. И Харьков при всем жлобстве, как бы, он остается, ну, как бы, вот этим творческим, каким-то креативным центром. Заполняй кометами, сердцами, летом и собою, но честно до конца, так честно до конца. Созерцатель неба уступил тебе бы место, но рассыпался осколками лица своего лица. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рад вас приветствовать бланку. Я много времени здесь выступить, и я не жалею, потому что звук здесь хорош. Добрый вечер. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...